Эй! Сейчас звук моего голоса распространился по лесу, ну, примерно метров на 200. Это немного. А вот звук топора или бензопилы преступника слышен километров за пять, а иногда и более. Если утренняя пора или тихая, как сейчас, погода. Этот звук обязательно услышат патрулирующие территорию инспектор. И преступники будут наказаны. Территория нашего лесничества велика. Захватывает полностью Сергиевский и Соклинский районы, чаще Ловершинского и Кошкинского. Все это богатство охраняют 19 работников, которые прямо сейчас на посту. И мастерами леса в 2021 году уже оформлено 40 протоколов за нарушение в Сергиевском лесничестве. Находим, по следам находим. Я вот даже вот просто, сегодня, например, у меня какой-то день нет патрулирования. Я еду в субботу или в воскресенье на рынок. Просто еду. Если я увидел следы, я обязательно остановлюсь и посмотрю, почему они туда проехали. Если четвертый, пятый класс пожароопасности, выезжают все машины на патрулирование. Вообще бывает и на своей выезжаем. Поэтому вот так вот находим. Зимой основная забота лесничих – сохранность хвойных. Одна елка на рынке стоит около 200 рублей. Но за незаконную рубку грозит от 7 тысяч до уголовной ответственности. А в теплое время года при высоком классе пожарной опасности маршруты мастеров леса тянутся до самого Нурлата, Дмитриевки, Челновершин. Контролируются ими и легальные лесозаготовители. Там ли рубят, теле породы убирают ли за собой. Представьте, любой брошенный в хворост окурок может привести к самым плачевным последствиям, когда заканчивается рубка на делянке. Каждый человек, кто производил рубку, обязан очистить территорию от мелких веток по всем правилам. Если этого не произошло, тогда в дело вступает инспектор. Но, как подчеркивают сами мастера леса, основная их работа – это все же профилактика. Я грибников увижу, я им объясняю. Я подошел, например, поговорил с человеком. Он берет, курит и бросает при мне бычок. Он не тушит ничего, он бросает его. Я им говорю, ты что взял? Вот так и так. Я говорю, ну возьми, потуши, елки-палки. Я же пожарный. Вот так бывает. Давайте прислушаемся к этим советам. И спасибо всем, кто в эти предновогодние дни на посту, охраняя леса, бережет народное достояние и саму природу. Екатерина Леснянская, Денис Витрюк для информационной службы телекомпании «Радуга-3».